Ну что, добрый день. Добрый день, дорогие коллеги. Рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Поставьте мне, пожалуйста, плюсы, как меня слышно, как меня видно. Если все хорошо со связью, пожалуйста, плюс в чат. Отлично. Слышно, видно всем. Все хорошо, со связью все хорошо. Второе сообщение. Прошу обязательно всех, кто еще это не сделал ранее, указать обязательно свои данные для правильной регистрации на вебинаре. То есть если вы не записались при входе, не написали имя, фамилию, регномер, то сейчас в чате укажите имя, фамилию, регномер. И очень прошу, в следующий раз при входе в вебинарную комнату сразу прописывайте, там выпадает окошко, пропишите имя, фамилию и регномер, и эти данные останутся за вами навсегда, и не надо будет в чате опять их указывать на каждый вебинаре. Пожалуйста, сделайте это, и будет вообще все очень хорошо. Еще буквально одну-две минуты, чтобы присоединились к нам те, кто не успевали, и начнем обязательно работать. Тем более, что у нас очень яркая, активная, важная, насыщенная тема сегодня, которую нам надо хорошо отработать. Спасибо, Татьяна. Пожалуйста, кто еще не сделал это раньше, напишите ваши данные, чтобы не был заплакирован доступ к вебинару для вас, чтобы было видно, кто вы, кто здесь у нас участвует сегодня в вебинаре. Спасибо, Юля. Ну что, если все готовы, все взяли в руки ручку, тетрадь, готовы работать, считать, думать, пожалуйста, давайте начинать. Так, тема нашей сегодняшнего вебинара – это наши программы. Что у нас сейчас за окном? Смотрим тучки, солнышко спряталось, может быть, дождик. Я думаю, сейчас практически во всех городах нашей большой страны уже пришла осень и скоро холода. Но я уверена, что это никак не помешает нам активно, ярко войти в этот период, в эту предновогоднюю страду, в эти каталоги, эти периоды, которые самые яркие, самые доходные, самые активные. И однозначно, что поможет нам в этом, помогут в этом нам наши программы четвертого квартала, тем более, что они в этом году просто, ну, вы сами знаете, вы все сочетали условия, поэтому это то, что надо брать, бежать и делать. Итак, поехали. Дорогие коллеги, что для вас программа? Что, по вашему мнению, что такое программа? Что это такое? Для чего? С чем ее едят? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, мне в чате. Что же это такое за программа? Программа телевидения? Или что это такое программа? Так. Подарки, стимул к действию. Что еще? Добрый день, Наталья. Присоединяйтесь скорее. Что вот такое программа? Премия, доход, подарки, возможность роста. Что еще? Помощь в росте. Все, что вы перечислили, все, что идет в премии, доход, подарки, все это можно достичь при помощи такого инструмента, как программа. Однозначно. Поэтому нужно разобраться, что это за инструмент, как он работает, с чем его едят, как им пользоваться для того, чтобы правильно он сработал и дал правильный результат на выходе. В этом квартале у нас замечательные программы. Вы все видели такие замечательные бомбера в этом квартале. На новом сайте яркие, красивые, такие же насыщенные и красивые, как все наши программы. Эти инструменты, которыми мы пользуемся в четвертом квартале. Сегодня мы коснемся из восьми наших программ, коснемся четырех программ. Стремительный взлет, Реактивный старт, Золотой рекрутер и Гостик Нефертити. С этими программами давайте сегодня поработаем. Начнем же с вами с того, как правильно действовать по программе. Итак, давайте опять еще раз пройдемся по всем пунктам, как же сделать так, чтобы программа работала, чтобы пока, когда заканчивается программа, не оказалось, ой, что-то не зашло, ой, что-то не понравилось, что-то было не так. Как же сделать так, чтобы по максимуму это все у нас получилось? Первое. Условия. Вы уже прекрасно знаете, что условия – это не просто картинка. Условия – это не просто подарок. Условия «что» и подробно «что». Что нужно сделать, как нужно сделать, в какой период, когда все, что написано на сайте, надо обязательно изучить до мельчайших букв. Если непонятно, задать вопрос, значит, обязательно разобраться полностью с условиями, чтобы потом не было неожиданности, что я подумала, что просто вот подарок, а оказалось, что нужно для этого сделать что-то, какое-то действие и простимулировать свою команду на то, чтобы получить, и как это все сделать. Да, Марина, действительно, все нюансы, все тонкости, как это работает, как это заходит. Первое. Что? Дальше. Конечно же, нужно взять свою структуру и разобраться, какая же программа для какого сегмента предназначена. И не просто «если программа для новичка, значит, она для новичка». Конечно же, вы понимаете уже, что в программе для новичка заинтересован новичок, но и его наставник, и лидер наставника, потому что это тот инструмент, который нам дает рекрутинг и новичков. Поэтому сегментирование. Внимательно раскладываем нашу структуру, понимаем, кто в какой программе действует, двигается. Следующий пункт. Выгода. Когда мы разложили уже, какие программы на какой сегмент влияют и что, смотрим, какая же выгода для каждого сегмента от каждой нашей программы. Разложили и увидели для каждого нашего партнера, что он может получить от каждой программы. Когда сделали это действие, то дальше мы просчитываем, во что же эта выгода выливается в деньгах. Мы же работаем, мы зарабатываем, сколько денег каждый сегмент может получить по каждой из нашей программ. Отлично. Посчитали, разложили. Дальше надо составить план действий, по которому мы будем идти, чтобы достигнуть цели нашего заветного результата. План действия. Начинаем с чего? С того, что эту программу обязательно нужно продать. Мы ее поняли, мы ее изучили, и поэтому надо сказать каждому своему партнеру. Дорогой мой партнер, есть такая программа, она тебе даст то-то, то-то, то-то. Работает она так-то. Ты идешь со мной в эту программу? Ты со мной будешь действовать по вот такому плану? Давай мы этот план тогда с тобой пропишем. Потому что, может быть, человек и не собирался никуда, а мы на него рассчитываем в наших планах, в наших задачах, которые ставим перед собой по программам. Поэтому, конечно, сначала мы ее продаем. Далее составляем поэтапный план действия в программе. То есть это будет план на квартал, план на период, план на неделю, и дальше уже ежедневные действия для того, чтобы двигаться по этой программе. Когда план уже действует, он заполнен, запущен, однозначно нужно понимать, контролировать, насколько же план действительно работает, и как мы двигаемся по этому плану, чтобы в конце периода не оказалось, что что-то не получилось, программа, наверное, плохая. Поэтому на каждом этапе мы получаем отчеты по программе, у нас есть контрольные созвоны, у нас есть точки контроля по программе, которую мы записали уже в свой план действий, и мы смотрим, соответствует ли действительность тому, что мы планировали, или есть какой-то провал, или наоборот мы идем впереди, когда надо поднажать и еще выйти, может быть, на другой уровень. А те моменты, которые у нас идут ниже, необходимого, то, что мы себе планировали, однозначно появляется следующий пункт – коррекция планов. Мы получили результаты, мы их проанализировали, мы видим, в чем мы отстаем, и понимаем, ставим себе новый план, добавляем для того, чтобы… ну, либо добавляем, либо добавляем новое направление для того, чтобы выровнять это отставание на нужный этап времени, не потеряв необходимое рабочее время для себя. Когда уже мы достигли своих результатов, когда мы получили результат в результате выполнения нашей программы, однозначно мы анализируем, анализируем, как же прошла наша программа, что происходило, мы молодцы, все получилось, все классно, значит, мы должны застолбить все эти результаты, взять это в работу навсегда и дальше уже только улучшать и увеличивать и придумывать что-то новое для того, чтобы развивать это направление. Либо что-то не получилось, тогда тоже мы анализируем этот момент, что у нас не получилось, и ставим на доработку, что нужно поменять, что в следующий раз сделать не так, для того, чтобы этот пункт тоже работал и приносил нам свой результат, ну, соответственно, доход. Ну, и самый, конечно, приятный, яркий момент – это признание победителей. Однозначно нужно отметить, что произошло, как произошло, как человек достиг этого, какой он молодец, для того, чтобы и он понял свою возможность, понял, как он это сделал и что у него получилось, и его партнеры понимали, что раз мой партнер смог это сделать, то я в следующий раз тоже по этому плану пройдусь и достигну нужных результатов, получу нужный результат. Итак, мы зашли в программу, запланировали ее и идем дальше. Наш вебинар по нашим действующим программам. Я предлагаю вам посмотреть схему. Это, конечно, вымышленная схема, но эта схема может быть в любой структуре нашей сети. Я смотрю, что я рассматриваю партнера, который вот сейчас я попробую сделать указочку. Да, вот у меня получается. Вот мы говорим про этого зеленого человечка. Он по результатам 13-го периода в статусе управляющего менеджера у него ГО 900 бонус баллов. Конечно же, у него есть наставник, гранд-менеджер, у которого ГО 1500 бонус баллов, и под ним есть структура. Она широкая, но я делаю акцент в данном случае. Два у него есть партнера. Младший менеджер с ГО 240 бонус баллов и менеджер с ГО 500 бонус баллов. У него есть дальше структура. Есть, например, пять клиентов первой линии, которые делают личный заказ на каждые 38 бонус баллов в 13-м периоде. Вот эти партнеры. Плюс свой личный заказ – это как раз его ГО, которое он получает. И смотрим, что же, как эта структура заходит в программу четвертого квартала и как двигается по этим программам. Конечно же, сначала с чего мы начинаем. Всегда это у нас новички. Значит, мы идем на стремительный взлет. Программа «Стремительный взлет», которая работает у нас уже с пятого каталога, и вы прекрасно все знаете, что это за программа. Давайте немного повторим. Итак, кто мне напоминает период присоединения? Когда можно присоединиться у нас к стремительному взлету? Все забыли уже про эту программу, наверное, правда? До 17-го периода. Да, Вика, спасибо. Спасибо за запоминание. Начать все помнить. С пятого по 17. Женя, отлично. Кто может участвовать в программе? Первым заказом. Новички с первым заказом. Отлично, Маринка. Дальше. Условия. Три периода действия программы с разным уровнем. Отлично, спасибо. Все включились. Три периода действия программы с разным уровнем заказа. Давайте немножко, чтобы все помнили, однозначно, что ничего не забыли. Например, я во втором периоде программы сделала... Действие программы сделала личный заказ на 15 бонус-баллов. Я получу свой подарок по второму этапу, во второму периоду действия программы или нет? Ну-ка, во втором периоде, во втором периоде действия программы я сделала личный заказ, 15 бонус-баллов. Иду дальше. Не иду. Женя, куда я иду? 15 я сделала по второму. Отлично. Помни. Вот. Замечательно. Почему? Так нам легче вспомнить условия. Помнили. Значит, все с этим работают. Отлично. Хорошо. Тогда хочу сказать, что для новичка в этой программе, конечно же, важно знать и понимать, что он делает свой заказ, получает отличную продукцию, удивительного качества, необходимые ему вещи, за это получает свои подарки, каждый период. Он помнит только это. Нам, как наставникам этих новичков, обязательно нужно помнить о том, в какой слою периодичности мы будем обращаться к этому новичку и как мы что будем говорить для того, чтобы он правильно, вовремя сделал заказ, для того, чтобы он сделал на нужную сумму этот свой заказ и он понимал, когда он получит свой подарок, чтобы не получилось, что получил крем в первом заказе и ждет свой следующий подарок во втором заказе, хотя он уже должен его получить в следующем периоде, помните условия, поэтому вот эти все моменты остальные надо проконтролировать обязательно, для того, чтобы новичок правильно двигался дальше по программе. Итак, повторили стремительный взлет. Что же стремительный взлет дает, какие выгоды будут для новичка, потому что мы понимаем, конечно, программа для новичка. В первом периоде, этот расчет сделан по максимальному уровню заказа каждый период для новичка. В первом периоде выгода, то есть киптоконсультанта, это будет 214 гривен, во втором 268, в третьем 401 гривна. И за все три периода новичок у нас получит подарков на сумму 1071 гривен. Итого, за три периода выгоды для новичка практически 2000, 1954. По-моему, для новичка, плюс к тем продуктам, которые он купил, использовал, высокого качества, все знают, что наш продукт, еще он получает вот такую выгоду в такой сумме. Это то, что мы продаем нашему новичку, то, что он идет, как он идет по программе. Но все же вы понимаете прекрасно, что выгода идет не только для новичка, ее получает и наставник новичка. Если мы с вами смотрим в среднем по нашей сети, то это примерно, есть аналитические данные, это примерно два новичка каждый период. У каждого из наставников разных уровней в среднем. То есть у кого-то их будет 40, у кого-то будет один, у кого-то никого. То есть в среднем это два новичка. И тогда, если мы смотрим, что два новичка у нас двигаются по стремительному взлету, отсюда мы делаем расчет. Сколько получается, какой идет прирост ОГО для наставника этого новичка. То есть в первом периоде у нас получается полторы тысячи. Дальше второй период, это идут новички ушли с первого периода, вот здесь 1900, это те, которые были в первом, перешли на второй уровень. И два новых. И в третьем периоде, то есть первый ушел уже третий период здесь, это второго периода программы. И еще два новых также. Тогда по результату третьего периода наставник, приводя два новичка период в эту программу, получит у нас вот такой прирост в своем углу. 150 бонус-балла. Однако, я уверена, что здесь пришли и собрались очень амбициозные лидеры и наставники. Мы планируем взорвать этот Новый год и войти, закончить четвертый квартал на высшем уровне. Поэтому я думаю, что менее пяти считать нельзя никак. Однозначно надо планировать пять новичков в каждый период. Предлагаю сделать именно так для каждого из нас. И тогда по результату первого периода у нас прирост в голову будет 3800. И также по этой же схеме, да, видите, здесь отдельно пять новичков. Потом дальше те, кто действует второй период. И третий расчет третий период – это новички первого периода, второго и третьего. Тогда, если мы каждый период приводим в программу стремительный взлет по пять новичков, то по результату третьего периода у нас получается прирост на 375 бонус-баллов. Конечно, однозначно, что не все новички, которые зашли в первый период, будут действовать дальше, двигаться и второй, и третий. То есть кто-то будет отсеиваться, есть какие-то жизненные показатели, есть что-то еще. Поэтому обязательно нужно это запланировать. Если мы планируем, что у нас пять новичков должны пройти полностью программу, соответственно, зайти в нее должно на старте не пять, а десять, ну, у кого какая идет конвертация, как получается у нас, как идет действие с новичками. То есть однозначно, что если зайдет пять, то на финише будет не пять. Поэтому на входе мы должны понимать, сколько новичков у нас заходит в программу для того, чтобы получить это все. Итак, мы с вами посмотрели, что у нас от стартовой программы получает новичок, что получает его наставник. И здесь я предлагаю обязательно подключить нашу следующую программу «Реактивный старт». Программа очень интересная, но ее надо правильно понять, впрочем, как и каждую программу. Но здесь надо сделать правильный-правильный акцент. Итак, программа стартовала в тринадцатом периоде, действует до конца пятнадцатого периода. Участники программы – это все наши участники программы «Стремительный взлет». Но здесь у нас участвуют те люди, которые планируют дальше развиваться, дальше строить свой бизнес вместе с компанией «Джерелли». То есть они стартовали, им интересен бизнес, у нас часто приходят партнеры именно на бизнес. И поэтому именно эту программу надо им продавать и предлагать брать в действие. Потому что условия этой программы – за три периода участия в программе «Стремительный взлет» приведи в первую линию три АНТ, то есть по одному в период, как минимум, своих таких партнеров, и заказом от 15 бонус-баллов, и получи 150 гривен новое. То есть для старта, суперпредложение для того, чтобы у человека был стимул, он понимает, что с самого начала он будет уже получать доход из своей подарки и призы, и компания заинтересована дать ему этот интерес для развития своего бизнеса. И что же тогда получается? Для участника он каждый период регистрирует к себе одного новичка, и это будет его первая линия, соответственно, он будет получать бонус быстрого старта. Это будет происходить каждый период. Первый, второй, третий период действия работы по этой программе. И однозначно он получит в конце работы программы, получит свои 150 гривен на ОБ. Поэтому и того, его доход будет 321 гривна по этой программе. Плюс, плюс уже под ним будет как минимум три партнера, с которыми он будет работать дальше, развивая свою структуру, если действительно человек пришел строить бизнес. Вот такое предложение, вот такая программа для того, чтобы человек развивался и сразу же получал свой доход и свой интерес по этой программе. Что же идет для нас, для админициозного наставника, который однозначно нужно 5 новичков в период и не меньше? Вот такой расчет. Посмотрите, если у нас 5 новичков двигаются по программе реактивный старт из тех, кто идет у нас в стремительном взлете, соответственно, первый период, это будет первый, второй, третий период, ГО у нас будет плюсом 75 бонус-баллов с 5 новичков. Вот такой прирост идет по реактивному старту. Это же не один, не единственный плюс программы, это прирост. Посмотрите, если 5 новичков за 3 периода, каждый приведет по 3 еще себе партнера, то сколько у нас будет, кто со мной вместе, кто считает? Каждый период 5 новичков приведет по 3 партнера, отлично, отлично. И это работа только с теми новичками, которые идут по этой программе. Да, Вика, спасибо. Поехали дальше. Мы, смотрите, рассматриваем, спасибо, Оксана, рассматриваем сейчас программу, их выгоды, вот то, что есть, и дальше будем двигаться по нашей схеме. Следующая программа, которая идет в комплексе вместе, опять же, связана с предыдущими двумя, это золотой рекрутер, но это про золото, это вы уже слышали, здесь будет много-много-много золота, потому что я прекрасно знаю, что все девочки любят золото, и как можно пройти мимо этого? Про период действия программы с 13 по 17 период, присоединение по 15 период. Хочу обязательно сделать сейчас акцент на том, что присоединение в эту программу происходит в тот момент, в тот период, когда выполнено минимальное условие по приводу новичков, 5 АНТ. То есть в тот период, когда у вас произошло это событие, у вас уже появилось 5, ну, может быть, больше 5, может быть, и 10, и 15, но как только минимум 5 вы сделали, вы присоединяетесь в программу. В программе участвуют все зарегистрированные консультанты, новички, все, все, кто хотят получить золото, все здесь участвуют. И дальше я хочу с вами оговорить такой момент, такие условия, которые были приняты в 14 периоде, и которые сделали эту программу еще более интересной, еще более вкусной. То есть по этим условиям подарки наши, например, первый подарок, цепочку, можно получить, если суммарно за 3 периода вы приведете 15 АНТ, и 6 из них будут повторно активно в следующем периоде. То есть не каждый период 5, 5, 5, да, а суммарно за 3 периода это должно быть не менее 15. И повторная активность, то есть 6 и 6, или 4 и 8, то есть чтобы это было вниз, нет, неправильно говорю, 3 и 3, то есть 6 вместе, то есть должно быть, может быть, 2 и 4, да, или 1 и 5, но повторная активность должна быть не менее 6 за эти, получается, 2 периода, которые идут повторные. Так, и собственный, конечно, собственный объем должен быть от 25 бонус-баллов. Это у нас цепочка. Для кулона это должно быть суммарно за 3 периода, 30 и более АНТ с 15 бонус-баллами и 14 повторно активных из этих АНТ в следующий период. Третий наш приз – это уже набор, цепочка с кулоном. Здесь у нас за 3 периода должно быть 45 АНТ с личным заказом от 15 бонус-баллов и больше в первой линии, и 20 – должны быть повторная активность в следующий период. Все поняли эти условия, которые мы приняли с 14-го периода и которые, как бы, позволяют выйти на больший уровень, на больший подарок, даже если вы зашли с 5 АНТ. То вы можете догнать и поднять это количество своих активных новичков и выйти на более высокий подарок. Этот понятно? Этот момент понятен? Нужно еще раз останавливаться? Или уже приняли все это в работу? Ответьте мне, пожалуйста, и я двигаюсь дальше. Отлично. То есть понятно, да? То есть, что это суммарно за 3 периода. Женя, спасибо огромное. Хорошо, поехали. Итак, вернемся к нашей схеме. Что же происходит, когда все эти наши программы, то, что мы просчитали, эти выгоды от каждого новичка и от каждого приведенного, и золотой рекрутер, то, что мы с вами проговорили, что же будет, когда мы наложим эти все правила на нашу структуру? Так, Лена. Три каталога, смотри, уходишь, не мертвь. Да, дело в том, что если, например, сделала первый период 5, а второй 4, то, соответственно, это у нас 9 уже, надо, значит, третий сделать 6, чтобы суммарно было 15. И повторная активность. То есть, если у нас из первых 5, первой было 3, потом 3, все, понятно, отлично, Лена, идем дальше. Теперь мы берем нашу схему и смотрим. Все активно работают, все набирают новичков. Что же мы получаем в результате этой работы? Мы сейчас будем говорить, вот давайте я еще раз покажу, про, вот так, указочка, про вот этого нашего управляющего менеджера, ведущая фигура в нашем сегодняшнем вебинаре. Этот менеджер, очень активный менеджер, управляющий менеджер, он действует по программе «Золотой рекрутер». Он активно набирает новичков, которые у него живут и двигаются по стремительному взлету, а он идет по «Золотому рекрутеру» на цепочку. Он делает 5, 5, 5, планирует сделать новичков и повторить их в следующих периодах, 3 и 3. Вот по этой схеме он планирует забрать свой подарок. Что же это даст? Посмотрите, пожалуйста. Тот расчет, который мы с вами делали раньше. 5 новичков за каждый период по стремительному взлету дают ему прирост на третий период 375 бонус-баллов. То есть здесь расписано, каждый раз 5 новых новичков, каждый период 5 новичков, что приносят. Потом те, которые с первого периода своего переходят на вторую ступеньку и в третий период, которые перешли на третью ступенечку. Вот такой прирост ГО будет от 5 этих участников, его новичков по стремительному взлету дадут ему в результате третьего периода. И не забываем про реактивный старт, который также будут приносить плюс в ГО каждый период. И по результату третьего периода мы видим, что это будет плюс 75 бонус-баллов в ГО к нашему управляющему менеджеру. Так. И у него в структуре, сейчас вспомним, вы же помните, да, что есть у него младший менеджер и есть менеджер. Что же делают эти его партнеры? Поскольку такой амбициозный наставник, он ведет своих партнеров, и они у него также идут по программам. Они работают с стремительным взлетом, с реактивным стартом. И каждый из этих его партнеров делает по 3 новичка период. И эти новички идут по программам стремительный взлет и реактивный старт. В результате того, что так это происходит, периодически каждый период по 3 человека, вот такой у него идет прирост ГО первый, второй и третий период. По результату третьего периода каждый из них получит вот такой прирост к своему ГО по 252 бонус-балла. Это его партнеры. Смотрим же, что получилось. Поработал наш управляющий менеджер и работали его менеджеры с ним и также его новички. Оба! Вот такая получилась структурка. То есть наш управляющий менеджер через 3 периода становится гранд-менеджером с ГО 2074 бонус-балла. Я сложила все те наши прибавки ГО согласно всем нашим трём программам. У него в структуре появляется 15 активных его партнеров, которые принесли ему 450 бонус-баллов в результате работы за эти 3 периода. Его менеджер стал старшим менеджером с ГО 752 бонус-балла. Его младший менеджер вырос, его ГО составляет 492 бонус-балла. Ну, конечно, конечно же, станет больше клиентов. Однозначно, потому что этот партнер работает уже 3 периода, и, конечно же, у него идёт прирост по продажам. А здесь, поскольку это активная идёт работа, конечно же, его наставник, его лидер, о котором мы говорили на старте, однозначно, он работает своим партнёром, значит, и он очень амбициозный наставник, и однозначно, что он делает действия, также работает по программам. Здесь я ничего про него написала, а давайте посмотрим, что же было с ним. Этот партнёр, так же, как каждый, я думаю, один из вас, потому что многие из вас, я знаю, идут и на первый подарок, и на кулон, и на кулон и цепочку. Например, это вариант на кулон. Он делает по 10 новичков, которые идут в программе «Стремительный взлёт» каждый период. Что же с ним происходит? Как это происходит? Вот у меня, пожалуйста, расчёт. Значит, если это 10 новичков, то по этой же схеме мы смотрим, что произошло в первый период, когда приходят 10 новичков. Во второй период приходят ещё 10 новых и 10 повторяют, идут по уровню, какой идёт прирост. И третий период тоже перед вами, перед глазами, что это будет. В результате этот лидер получает прирост ГО 750 бонус баллов. Конечно же, ещё раз повторю, что для того, чтобы был такой результат, на входе должно быть не 10 новичков, а больше, для того, чтобы полностью прошли по программе и закончили 10 новичков по результату трёх периодов. И не забываем с вами однозначно реактивный старт, потому что мы учитываем то, что приходят люди, которые идут на бизнес, которые хотят развиваться, строить свой бизнес, растить свой доход, согласно нашим программам и участвовать в них, и получать результаты по результатам этих программ. Так. И что же в результате? В результате третьего периода спланированной каждодневной трудной, но очень активной и интересной работы наш лидер на третий период получает плюсом к своему ГО 750 бонус баллов согласно программе «Стремительный взлёт», то есть благодаря тому, что он ведёт этих своих 10 новичков три периода, и по реактивному старту на третий период плюсом 150 бонус баллов. И, конечно же, мы видим результат. Соответственно, у этого нас, лидера, наш управляющий менеджер, который был раньше, становится гранд-менеджером, он со своей структуры от структурного бонуса откалывается, но проведя все эти действия и работая, наш лидер получает уже свой статус, управляющий директор. Под ним есть гранд-менеджер, у которого ГО более чем 1200 бонус баллов, и его собственный ГО, благодаря всем рабочим усилиям, всем его действиям, становится полторы тысячи бонус баллов. Ещё раз повторю, здесь, на этом примере, я разбирала только движение по программам «Стремительный взлёт», «Реактивный старт» и «Золотой рекрутер». То есть, я не смотрела на прирост продаж клиентской базы, его клиентов, его постоянных покупателей, которые увеличиваются однозначно при работе от периода к периоду. Здесь мы посмотрели только с вами на эти программы. И в результате этих всех действий, вы же понимаете, партнёр вышел на статус «Управляющий директор». Что это значит? Конечно же, мы можем однозначно говорить про поездку в Египет. Итак, программа, замечательная программа на госты на Донефертите, которая работает у нас уже тоже с 13-го периода. Вот таким образом партнёр достиг статуса и давайте посмотрим, какие же условия. Достичь статуса нужно с 13-го по 17-й период. У нас это получилось. Повторить статус «Управляющий директор» или «Выше» в первом периоде. При таком раскладе, как мы с вами посмотрели, при такой активности новичков, при таком приросте, я уверена, что это будет возможно и это произойдёт в первом периоде. И ещё есть одно условие, надо сгенерировать собственное суммарное ГО в размере от 13,5 тысяч и выше. Всё, все эти условия выполняются, будут выполнены и вперёд. Это будет огромная компания, много джерелитов. Скажите мне, пожалуйста, кто уже едет? Я знаю прекрасно, что у нас 27 человек уже выполнили статус «Управляющий директор». Кто из присутствующих сегодня на вебинаре уже собирается и складывает чемодан? Таня, я, да, я знаю, это однозначно. У Тани уже есть и сумки, и купальники, и всё-всё сложено с собой. Кто ещё? Ну-ка, кто уже посчитал и смотрит? Кто уже посчитал и смотрит? Кристина, я однозначно, однозначно просто планируемся, работаем каждый день, работа с новичками и отлично. Таня, Лена, я уверена, что это будет большая-большая компания управляющих директоров компании Джерелия, которая зажжёт Египет в январе месяце и все вместе там отпразднуем удивительное закрытие нашего удивительного четвёртого квартала. Да, Марина? Надо. По условиям должно быть собственный суммарный с тринадцатого по первому. Отлично. Ну что ж, мы с вами разобрали полностью, посчитали эти программы. Если есть какие-то вопросы или нужно помочь цифрами, или нужно помочь запланироваться, однозначно обращайтесь к наставнику, если нет такой возможности, ну, что-то не получается, пишите на суппорт, пишите, что нужно бизнес-ревью, что нужно понять, разобраться, составить план. Обязательно будем над этим работать, потому что сейчас четырнадцатый период, как раз серединка четырнадцатого периода, и у нас впереди ещё ого-го-го-го-го, какой кусок времени до конца четвёртого квартала, и, соответственно, очень много возможностей для того, чтобы сейчас выполнить полностью все эти условия и забрать всё, что нам даёт этот четвёртый квартал. Слушаю, какие вопросы? Обязательно на всё отвечу сейчас, то, что можно за каталог без гранд-менеджера. Две двести пятьдесят, да, это тринадцать пятьсот. Без гранда, да, идёт идёт собственный ГО. Да. Ну что, ещё раз повторю, если есть вопросы или вы начинаете считать, понимаете, что нужно что-то уточнить, если не справляетесь с составником в какой-то момент, обязательно отправляйте им запрос на суппорт, отвечу я, отвечают аналитики, и будем разбираться. Так, считается ли, Вика, забрала этот вопрос, лично выйду, отвечу, кому будет интересно, тоже напишу этот вопрос. Хорошо. Хорошо. Всё. Спасибо всем огромное за участие в вебинаре. Вопрос от Викина, забрала, отвечу обязательно. Если нужны какие-то слайды, расчёты, помощь, обязательно обращайтесь. Всем огромное спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо.